Часто при фотографировании на природе, особенно если в кадре есть небо, получаются вот такие вот снимки. Слишком светлое небо или слишком темные детали, которые находятся в тени. Попробуем при помощи инструмента Photoshop под названием Gradient откорректировать данный снимок. Создадим новый пустой слой, выберем инструмент Gradient и попробуем им порисовать. Как видим, если у нас выбран радиальный градиент, в точке нажатия будет цвет переднего плана, черный в данном случае, который плавно переходит в зависимости от выбранного градиента здесь, в прозрачность или в другие цвета. Вернемся назад и попробуем выбрать идеальный цвет для нашего неба. Лучше всего выбирать цвет при помощи инструмента пробник или пипетка непосредственно на нашем изображении. Посмотрим как меняется цвет но если он слишком сильный или слишком светлый можно попробовать применить корректирующий слой например, уровни например, уровни и теперь уже при помощи инструмента пипетка на основном фоне выбрать нужный нам темно-синий цвет удалим ненужный слой уровней перейдем в наш новый пустой слой выберем инструмент градиент линейный градиент от основного цвета к прозрачности и при помощи инструмента нарисуем синее небо используем используем несколько раз не забывая при этом о такой функции фотошоп как редактирование блекнуть последнее действие окей установим режим смешивания нашего слоя умножения умножения немного уменьшим прозрачность и посмотрим что у нас получилось как видим небо у нас получилось уже хорошо но воздействие нашего слоя также видно на ветвях нашего дерева попробуем создать такое выделение при помощи волшебной палочки самого легкого инструмента выделения так чтобы удалить дерево из-под воздействия нашего слоя для этого дублируем слой фона и применим к нему изображение установка порог как видим при помощи этого инструмента этой функции можно отделить темные участки изображения от светлых теперь при помощи волшебной палочки большой толерантностью можно легко выделить все светлые участки изображения перейдем в режим быстрой маски для того чтобы откорректировать наше выделение применим кисть большого размера и смягчим наше выделение для того чтобы более точно выделить только интересующий наш участок то есть дерево или одиноко стоящее здание можно применить наоборот кисть и откорректировать чтобы у нас оказалось только нужная область в результате выделения теперь перейдя на слой с нашим новым небом можно удалить его воздействие с нашего дерева выделение инвертировать и удалим его воздействие с нашего дерева с его можно удалить и посмотреть что у нас получилось теперь попробуем вытянуть в свет темные участки изображения для для этого создадим при помощи инструмента градиент некоторые выделения сразу же перейдем в режим редактирования быстрой маски клавиши клавиатуры и при помощи градиента нарисуем области для последующего выделения примерно вот так выделение инвертировать и применим корректирующий слой уровни к выделенной нами области примерно вот так ок выполним сведение и посмотрим еще один прием как при помощи градиента но теперь уже радиальной формы придать нашему изображению более фотографический характер для этого расставим освещение режим быстрая маска линейный градиент прозрачности и нарисуем вот такую фигуру выделения инвертируем и теперь применим данные выделенной области уровней немного осветлив данный участок самые светлые участки на изображении привлекают взгляд зрителя дают возможность расставить акцент на изображении в этом же слое применим инструмент перемещения как понятно из его названия при его помощи можно перемещать содержимое данного слоя примерно вот так сведем изображение готово подкак подкак тк в друг в в в в Продолжение следует...